Можно это положим, нет? Вот это вот. Сейчас, если он потеряется, это будет еще хуже, мне кажется, очень важно. Импровизация. Всегда прекрасно. Да, импровизация. Это, наверное, первое, а это, наверное, да. Мы тут просто, я такая вот растяпа, испортила весь сценарий, Виктория. Ладно, ничего страшного, потом прорвемся, не впервой. Ну, прекрасно, ты тоже боялась, что вот... Кстати, Виктория, боялась сразу скандала. Вот почему с вами, к сожалению, с такой прекрасной девушкой... Вот куда не пойдешь, везде скандалы. Да, да. Хотя, казалось бы, я вообще самая большая пацифистка и самая мирная вообще девушка из всего шоу-бизнеса. А скандалы ко мне так и липнут. Ну, видимо, они продаются очень хорошо. Люди любят скандалы, заметили. То есть, вот действительно, если вот так вот говорить, вы думаете, они... Люди специально их делают только для того, чтобы на вашем имени подзаработать побольше. А мы же честно разговариваем. Я не знаю. Людям просто иногда хочется, чтобы... Чтобы привлечь внимание. А вот у вас как с вниманием в жизни достаточно? Или все-таки хотелось бы побольше, может быть? Ну, мне хватает внимания, конечно, с детства. То есть, оно не уменьшилось с самого садика или первого класса. А его столько же, сколько было в школе. То есть, как бы, всегда было много внимания. Мне всегда хотелось, чтобы его было чуть меньше. Думаю, так, сейчас я перешла в новую школу. И сейчас я сделаю так, чтобы обо мне меньше говорили, чтобы моя фамилия не гремела. И что вы думаете? Всегда получалось чуть-чуть. Через два месяца опять моя фамилия гремела по всем коридорам. И я так понимаю, что по-другому не получается. Поэтому вы сегодня и здесь? Наверное, да. Так или иначе, сейчас в интернете просто море рассуждений на тему Алены Водонаевой и вашего долгожданного примирения. Вот всем интересно и даже мне любопытно, честно, кто первый пошел на контакт. Как-то так сложилось, что наши общие друзья и знакомые начали приглашать нас на одно и то же мероприятие. И при этом мне говорили, а там будет еще Алена Водонаева, по-моему, вам пора помириться. И я говорю, окей, я приду обязательно. Вот я пришла, смотрю, там Алена. Я говорю, привет, Алена. И я поняла, что, ну, мне кажется, уже все это исчерпано. Я даже не помню, на чем у нас был какой-то конфликт там завязан. Делите же нечего. Ну, да, Степу Меньшикову мы поделили. Я так понимаю, что сегодня уже некого делить и нечего. Ну, вот раз мы заговорили про скандалы, к сожалению, вот взять того же Стаса Ярушина. Даже на «Звездах в Африке» у вас тоже вот был скандал. Ну, вот почему? Мне кажется, там у нас не было скандала. Просто на «Звездах в Африке» Стас Ярушин в глаза говорил одно, а за глаза другое. И мне кажется, это некрасиво. Ну, по крайней мере, я называю это двуличием. Я просто об этом сказала. И, я так понимаю, ему не понравилось. И получился скандал. Вот просто пример того, что вот он говорил в глаза. Вот конкретно вот именно, вот как вот, может быть, я тебя люблю. Там, ты хорошо выглядишь. Я говорю, а почему у тебя такое какое-то отношение? Он такой, нет, Вик, ты что, я нормально к тебе отношусь. При этом, когда включались камеры, или я включала свои сторисы, его голова вот так была всегда в моем телефоне, в моих сторисах. Я думаю, ему просто не хватает немножко внимания. Может быть, он влюбился? Не думаю. Я не думаю, что Стас Ярушин из тех, кто будет любить кого-то, кроме своей жены. Это достойный ответ. Ну и последний вопрос. Раз у нас уж было долгожданное примирение с Аленой Водонаевой, стоит ли нам ждать примирение с Ксюшей Бородино? Я думала, ты скажешь, с Ксенией Собчак. Нет, Собчак же ты вроде, вы еще вроде не ругались. Или опять что-то вроде ругались. Нет, я вот знаешь, как сейчас недавно давала интервью. Мне даже вопрос задала Лауре. Лаура. Лаура. Я опять забыла фамилию. Джагу. Вот, блин. Я постоянно в гугле смотрю, и я не могу выговорить. Джагулия? Нет. Джугалия? Нет. Джугелия. Сразу уточню, мне это стоит вырезать, или мы это можем оставить? Джугелия. Она знает, я ей говорила, что забываю. Так вот, и она спросила про Ксению Бородино. А я считаю, что я вот ни разу не заходила к ней на страницу, чтобы посмотреть, чем она занимается, потом прокомментировать это у себя в сторисах. Мне просто неинтересно. То есть я постоянно, мне присылают какие-то там высказывания по поводу того, что она говорит обо мне. Ну, как бы, у меня с ней нет никакого конфликта, поэтому... С чего вообще началась вот эта вот какая-то неприязнь? Я не знаю, правда. Просто такое чувство со стороны, как будто бы вы делите вот мужчину. Можно я вишенку съем на вашем тортике? Попробуйте оторвать, но вряд ли получится. Реально, такое чувство, как будто вот... Бывает, как две девчонки влюбятся в одного парнишку и начинают вот его делить. Я не думаю. Я думаю, что у нас с ней какие-то общие мужчины. Вообще никогда в жизни не было такого. То есть вы просто какая-нибудь антипатия? Я не знаю. Надо спросить у того, у кого антипатия есть. Я настолько нейтрально ко всем отношусь. Ну, правда. Нет. Если, например, завтра Бородина позвонит и скажет, Вика, привет. Вот хочу с тобой кофе попить. Спокойно пойдете? Пожалуйста. Я с удовольствием с ней попью кофе. Потому что я не конфликтный человек. Просто мне кажется, такие люди, как Ксения Бородина, никогда не позвонят, потому что у них нет вот этого силы духа, чтобы позвонить и сказать что-то. Даже когда ты... Гордыня, да? Наверное. Эго, гордыня, какое-то самолюбие. Я думаю, что когда человек перерос, это все. И у него не будет таких вопросов. Либо он хотя бы как-то остро, умно, если есть ум, конечно, подшутит, что-то скажет. А если нет, то человек может и говорить только в сторис у себя. Понимаете? А когда отказываешься с тобой на одной площадке, он ничего сказать не может. Вот мне кажется, очень важно, если ты говоришь что-то у себя в сторисах, то имей смелость говорить это так же в глаза. Это очень важно. Тогда это не выглядит глупо, смешно и абсурдно. То есть если любишь, то люби, если не любишь, то не люби. А лучше люби всегда. И все. Всегда. Ну и последний вопрос. Сейчас у нас музыкальные тенденции меняются, и все стараются запечатлеть себя в музыкальной индустрии. У вас есть такая музыка? У меня просто нет таланта певицы. Если бы был, наверное, я бы это сделала. Но так как таланта нет, что я могу? Ничего не могу. Спасибо вам огромное. Спасибо вам тоже. Стоп. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...